В момент смерти, когда серебряная нить оторвалась, происходит некий процесс перезаписи информации личности из левого полушария в правое полушарие. Отсюда люди, попавшие в состояние клинической смерти, они описывают, что у них жизнь проносится перед глазами. Но по сути это не что иное, как просто ускоренная перемотка видеофильма в процессе вот этой перезаписи. То есть в информационной структуре нашей монады души вот эта информация, накопившаяся в левом полушарии, она перематывается и переписывается, пишется в ядро вот этого правого полушария, в подсознании. И человек просто видит вот эту вот ускоренную промотку своей жизни, по сути. То есть это процесс вот этой вот перезаписи. Дальше, как бы вот в этом коллективном виде душа отлетает в пространство посмертия, проходит там вот эту цепочку преобразований в посмертии. И вот эта личность, которая была сейчас, она планомерно понемногу интегрируется с теми другими личностями, которые были раньше. И в какой-то момент внутри посмертия пространства личность существует как некое коллективное сознание. То есть там нету отдельной индивидуальной личности, там есть как бы конгломерат всех личностей, которые только были. Все вместе. Коллективное сознание. Отсюда сложность с получением каких-то вспоминаний от пребывания в пространстве посмертия. Поскольку ты там не был личностью, да, то как бы крайне сложно что-либо вытащить из опыта пребывания в пространстве посмертия, потому что личности там нет. Потом, когда родители позанимались зачатием, как результат, да, и притащили вот эту монаду, и возникло зачатие, да, в организме матери выстраивается новый биоскафандр для этой души, строится тело, отращивается. И когда человечек рождается, родители начинают там формировать новую личность. Если это не маг пришел с полным сознанием, с проведенной сборкой личности, да, то та личность, которая была, и те, которые были, они находятся в таком, как бы, не то чтобы бескровленном состоянии, да, но без энергии. И они не проявляются, у них нет потенциала, чтобы проявиться, как бы, и на психику. Ребеночек находится в состоянии такого пылесоса, который в себя там до семи лет в состоянии поблизкого к трансу, в состоянии как транса, вот, впитывает всю информацию об окружающей среде, чтобы социализироваться. Да, то есть ребеночек в себя впитывает, там, отпечатка к рода отца, рода матери, туда добавляется своя карма личная, куда же без этого. Вот, и всего из этого, как бы, да, лепится, вот, слепила из того, что было, получается, какая-то новая личность, которая вызревает в левом полушарии ребеночка, как некая-то система управления, пилотирования этим телом, адаптированная к новым социальным условиям. Потому что неизвестно, да, в каком социуме ты родишься, вот, или это, там, не знаю, племени Тумба-Юмба где-нибудь, там, в Австралии, в Полинезии, когда, там, мир разрушен, или это будет, там, какой-то высокотехнологичный хай-тек, не знаю, с киборгами и чем-нибудь там. То есть ребеночек, соответственно, он адаптируется, вот, к тому миру, в который попал.